День с толком Сказка еще не близко. В Барнауле затягивается строительство Театра кукол. Непростой вопрос. Первый год. Мы это уже проговорили. Понятно, что это, наверное, сверхзадача. В селе Боровиха обсудили дальнейшую судьбу старинной школы. Не по-человечески. Весной траншею выкопали, а сейчас засыпаются. В Барнауле гнезда ласточек засыпают мусором. Строительство Театра кукол-сказка в Барнауле затягивается. Долгожданный объект должны были открыть в сентябре. Но сейчас в Крывом Минстрое говорят о продлении работ до конца года. В ведомстве отмечают, что сроки строительства переносят по объективным причинам. Это, например, погодные условия, которые мешали строительству, пояснили ведомстве. Специалисты отметили, что продолжительность строительства в целом сложно контролировать, поэтому точно срок окончания не называют. Кстати, изначально сдачу объекта планировали летом. И ведь логично, чтобы закончить все как раз в год театра. Между тем, в Краевом Минкультуре перенос открытия комментировать не готовы. По словам сотрудников, на сентябрь уже запланированы спектакли, и об их переносе пока не говорили. Непростая ситуация сложилась и в селе Боровиха. Так сейчас выглядит местная школа, ее директор, а также депутат Госдумы и представители исполнительной власти всех уровней собрались в Боровихе, чтобы обсудить проблему, связанную со строительством школы. В Боровихе уже никто не верит, что когда-нибудь в селе появится новая школа. Старому зданию, по официальной информации, 84 года. Обещаниям и проекту строительства школы тоже много лет. Он изначально был включен в программу 80 на 80, затем так органично перекочевал в программу 85 на 85, потом 4 года проектирования, которое не состоялось. И, собственно говоря, ребятишкам, которым обещали, будучи первоклассниками, что они пойдут в новую школу, они уже там в седьмом классе, некоторые, кто ожидал эту школу, уже выпустились, являются выпускниками. С Виктором Петровичем Томенко, губернатором Алтайского края, мы тоже обсудили этот вопрос. Он полностью поддерживает этот проект. И, безусловно, она должна быть включена в КАИП, а не в программу будущую, грубо говоря, 90 на 90. В школе и на будущей стройплощадке встретились директор учебного заведения, председатель сельсовета, районная власть, министр образования края и представители регионального минстроя. Собрались все по инициативе депутата Государственной Думы Александра Прокопьева. Вопрос уже назрел лет 30 назад, потому что наши ученики в данный момент ездят в другие ближайшие деревни, то есть родители возят, где-то сами добираются и учатся в других школах. Это единственный участок в Боровихе, пригодный для строительства школы. Есть все коммуникации – вода, газ. Несколько лет эта земля была в аренде у фирмы «Авангард», которая пыталась построить школу, но не смогла. И через суд была вынуждена вернуть площадку селу. Суды закончились в конце июня, и пока в этом деле не поставили точку, о стройке не могло быть и речи. Сейчас у нас есть документы на землю, плюс мы сделали план земельного участка. Сейчас занимаемся и уже готовы техусловия, как бы первоначальные, и есть решение по поводу памятника воину-красноармейцу. Памятник – это проблема, на которую обратили внимание представители Министерства строительства. Но районные чиновники уверяют, стелла, которая стоит прямо на месте будущей школы, никакой исторической и культурной ценности не представляет. А вот настоящий памятник – могила матроса Тарасова – стройке не помешает. Специалисты решили, что на все вопросы по месту строительства буквально за несколько дней ответят проектировщики, уже в эскизе проекта. Тогда мы будем понимать, что действительно 550 сюда садится школа, или 360, которые в Повалихе мы и в Ларичахе будем в этом году начинать строить. Не тая, не тая, не садится, поэтому надо будет индивидуально здесь проект с учетом всей специфики проработать. Скорость подготовки проектно-сметной документации на данном этапе главная. Так говорили на встрече и несколько раз подчеркнули – тянуть время нельзя. Правильно, Сергей, совершенно поддерживаю тему. 22-й год, он такой интересный, насыщенный. Первый. Первый, да. 21-й год. Коллеги, мы это уже проговорили, понятно, что это, наверное, сверхзадача. Возможно, стоит рассмотреть современные проекты ускоренного строительства без потери качества. Такую идею выдвигает Краевое министерство образования и науки. Нам кажется, что важно здесь посмотреть те проекты, которые быстровозводимые, эффективные, и в то же время соответствуют всем тем требованиям и инфраструктурным, и программным, и содержательным. Ну, в общем, в полной мере бы отвечали нашему представлению школы 21 века, что это. Участникам совещания удалось прийти к взаимопониманию. Войдет или нет Боровехинская школа в краевую инвестиционную программу в 2019 году, мы узнаем уже в августе. Как утверждают в администрации края, деньги на проектирование есть. Андрей Дреер, Николай Шилко. День с толком. Деньги нашлись и на реконструкцию памятника павшим партизанам и подпольщикам на проспекте Ленина, который они ремонтировали уже больше 10 лет. Памятник, который уже 100 лет стоит на центральной аллее города, числится в реестре культурного наследия края. Долгое время на его восстановление не было средств, рассказали представители власти. Лишний миллион в бюджете города появился только в этом году. Работы на объекте будут идти до середины августа. На это время газ к вечному огню поступать не будет. Будет произведена замена стыковых панелей, герметизация швов. Если необходимо, замена всех панелей. То есть необходимо будет то, что будет заменено, будет это выполнение. Власти также отметили, что в ближайшее время отремонтируют и мемориал славы. В списках погибших в годы Великой Отечественной войны появятся еще 25 фамилий. Массовая гибель ласточек может произойти в Барнауле. В возможной экологической катастрофе виноватым окажется, как это часто бывает, человек. Домики ласточек в одном из районов Барнаула вместе с траншеей сейчас активно засыпают мусором. Счет идет буквально на дни. Птиц еще можно спасти, уверен один из горожан. Для огласки проблемы и поисков виновных инициативный житель обратился к нам в редакцию. Вон они летают. Вот это все их гнезда. Птичек жалко, говорит Михаил Андреевич. Пернаты еще по весне допустили оплошность. Для домиков, как позже окажется, выбрали весьма неподходящее место. Ров за одним из предприятий на краю города. Весной траншею выкопали, а сейчас вот засыпают. А гнезд, наверное, 50-100. Часть траншеи уже оказалась засыпана строительным мусором. Наверняка, говорит пенсионер, под завалами остались гнезда. После первого визита хлама стало еще больше. Конец близок. Тут видите как. Приезжают, не обращают внимания. Да я думаю, сложно не увидеть эти дыры. Ну, деклонных сколько. Выяснить, кто, зачем из закона или складирует здесь мусор, Михаилу Андреевичу пока не удалось. Единственный вариант – изменить место выгрузки. В нескольких метрах от жилья ласточек есть точно такой же вырытый ров. Пока пустой. Вот им надо сейчас, как говорится, валить сюда, а там отставить. Точно такие же домики в земле часто можно встретить на откосах вдоль рек. Именно эти места и предпочитает ласточка-береговушка. Реже выбирает луга и карьеры. В этой ситуации, когда счет идет на дни, нужно как можно быстрее обращаться в различные ведомства, уверяет орнитолог Алексей Эбель. А то будет поздно. Через пару недель плинцы окончательно окрепнут, оперевшись, отправятся в свой первый полет. Вот только будет ли у них шанс на жизнь, зависит от самих людей. Кирилл Политов, Александр Антропов. День с толком. В следующем сюжете тоже пойдет речь о жизни и смерти, только уже людей. Многочасовые очереди в больницах и катастрофическая нехватка врачей. В центральной городской больнице Бийска сократили время работы травматологического отделения. Как пояснили в больнице, причина такого решения в дефиците врачебных кадров. Напомним, что укомплектованность медучреждений в Бийске в среднем составляет всего 35%. Подробности в следующем сюжете. У получивших травмы выбора не осталось. Если травмировался поздно вечером, ночью или в выходной день, на поездку в центральную горбольницу время лучше не тратить, а сразу отправляться в больницу номер 2. Первую помощь окажут там. И все же слухи о том, что травмпункт в центральной больнице закрыли, несколько преувеличены. Здесь говорят, что сократили время работы. Причина такого непопулярного решения – дефицит врачей. Ситуация связана с кадровым дефицитом. Это ни для кого не секрет. Ситуация временная, не надо воспринимать это как постоянная. Травматологическая помощь на базе центральной городской больницы оказывается в травматологическом пункте ежедневно, в рабочие дни с 8 до 16 часов. В травму просто так не обращаются. Как правило, сюда приходят люди, которым нужна экстренная помощь. Сидеть часами в очереди, испытывая при этом острую боль – настоящее испытание для пострадавшего. А ведь иногда речь идет о жизни и смерти. Если пришел с утра, то все. Поэтому я стараюсь не ходить сюда по случаю. Официально в Бийске по-прежнему работают два травмпункта. Один в центральной горбольнице в режиме сокращенного графика, еще один на базе второй городской больницы. Сейчас в социальных сетях активно обсуждаются большие очереди на первичный прием к травматологу. Съемочная группа приехала в больницу около полудня. Очередь, как видим, небольшая, но не факт, что здесь так всегда. К сожалению, взять комментарий местных специалистов не удалось. Интересуемся мнением пациентов. Я сюда пришла с мамой, подложила 15 минут, и меня отправили на рентген. Там еще минут 15, а потом мне наложили гипс. Тем не менее, факт сокращения графика работы одного из травмпунктов города в разгар травмоопасного летнего сезона означает, что ситуация со специалистами в городских медучреждениях дошла до критического уровня. Меры, о которых так много говорили, и городские чиновники, и на более высоком уровне пока не работают. Татьяна Голубева, Сергей Рехтин, Андрей Сегаев. День с толком. Вплотную заняться пешеходными зонами Барнаула предлагают властям города общественники. Накануне к одному из пешеходных переходов на проспекте Социалистическом привлек внимание барнаульский архитектор Александр Деринг. Пост, посвященный адовому перешейку, так он его назвал, он разместил в соцсетях. По мнению Деринга, это место совершенно не рассчитано на большой поток людей. По его словам, за сутки здесь проходят сотни человек. Рядом детские сады, школы, магазины. Однако переход интереса и такого количества горожан не учитывает. Формально он есть. Формально есть полоски, зебра. Формально есть маленькая, но какая-то там дорожка, ладно, толкутся. Но системно ее нет. То есть ни ширины дорожки, ни дальнейшего благоустройства, обозначения. Вот там, кстати, очень такой рельеф сильный. То есть он не учтен. Ну как люди, они же, есть инвалиды, есть коляски, есть дети, есть старые люди, которым нужно преодолевать. Это безбарьерная среда. Вот как раз вот это отсутствует, вот это нужно делать. По его словам, сразу после размещения поста удалось связаться с Дорожным комитетом городской администрации. Как там заверили, в ближайшее время на социалистическом постараются сделать образцово-показательный переход, учитывающий все требования. Но Деринг надеется, что это станет лишь первой ласточкой. По его словам, в городе существует целая сеть популярных пешеходных маршрутов. Их необходимо выделить и обустроить согласно современным требованиям. Еще одна инициатива общественников уже нашла воплощение. Стараниями активистов на территории скандально известного парка «Изумрудный» появилось общественное пространство. Выглядит оно весьма необычно, как небольшой амфитеатр под открытым небом, сделанный из деревянных поддонов. Как рассказала автор общественного пространства Ирина Рудыко, изначально этот проект она представила на прошедшем форуме «Алтай.Роста», где театр из поддонов выступил примером того, как можно с помощью самых простых средств создать полноценное общественное пространство. Теперь оно обосновалось на территории парка. Таким образом, Ирина и ее единомышленники хотят оживить пространство «Изумрудного». Причем пользоваться этой площадкой для проведения концертов, встречи, остального смогут все желающие. Мы хотим создать онлайн-ресурс, возможно, это будет просто гугл-таблица, где ребята, инициаторы, организаторы мероприятий, каких-то событий смогут просто зайти и вписать в свое событие. И также любой житель города сможет перейти по этой ссылке и увидеть расписание. Пока в ближайших планах организаторов музыкальной квартирни, который пройдет уже на следующей неделе. Общественное пространство сделано из поддонов, часть одного из проектов развития «Изумрудного». Напомним, с начала текущего года заброшенный парк оказался в центре внимания барнаульских общественников. Инициативные группы разработали три концепции развития территории. Предполагается, что ближе к концу текущего года жители города должны проголосовать за одну из них, которая затем и найдет свое воплощение. Парк развлечений «Орликино» снова разыгрывает два сертификата на 1000 рублей. Покататься на любых аттракционах можете и вы. Вступайте в группу «Толка ВКонтакте», сделайте репост записи о розыгрыше себе на страницу и закрепите на стене до окончания розыгрыша. Или также подписывайтесь на наш инстаграм и отмечайте двух друзей в комментариях. Новый розыгрыш стартует 4 июля и продлится ровно неделю. Кстати, совсем скоро в «Орликино» можно будет не только прокатиться на аттракционах, но и покупаться в открытом бассейне площадью 1200 квадратных метров. Открытие состоится в ближайшее время. Следите за новостями и участвуйте в розыгрыше. Через несколько секунд о погоде – спонсор прогноза – компания «Эволар». У меня к этому часу все новости. До встречи в эфире. Продолжение следует... Продолжение следует...